В этих пожелтевших от времени книгах история всего города. Факты, события, имена, даты. Что-то стирается из памяти. Но архив помнит всё. Метрические книги разных столетий могут рассказать о жизни тысячах мытищенцев. Сегодня он насчитывает почти 65 тысяч дел. Многие из них начальник мытищенского архивного отдела Алла Черепкова помнят наизусть. Казалось бы, 64 тысячи документов. Пойди найди, какой тебе документ нужен. Но каждый сотрудник у нас в течение трёх минут может найти любой документ. Потому что каждый документ описан, каждому присвоен свой номер, каждому предприятию также присвоен номер. Поэтому открываешь, знаешь, где, на какой полке это лежит предприятие, и вот тебе, пожалуйста. На работу архивариусом Алла Черепкова устроилась более 30 лет назад. За это время название её профессии тоже ушло в архив. Тех, кто занимается систематизацией и хранением важных документов, сегодня называют архивистами. Но название – это не единственное, что изменилось в их работе за три десятилетия. Документы оборот, оцифровка, приём посетителей. Изменения произошли в каждом аспекте. Неизменным осталось одно – интерес к профессии. Когда ты читаешь, смотришь и ищешь даже по запросу документ, ты прорабатываешь очень много документов. И там находятся такие интересные вещи, что и о районе, и о людях, и о чём угодно, и о предприятиях, и о том, как велось вообще хозяйство. Святая святых любого архива – это хранилище. Обычный посетитель сюда никогда не попадёт. Коллекция Матичинского архивного отдела насчитывает более 500 фондов. Это и документы, и фотографии, и даже письма с фронта. Самому раннему экземпляру более 150 лет. Самые ранние документы – это метрические книги. У нас хранятся 28 книг. Этих самые ранние – это 1868 год в церкови. Здесь имеются сведения о тех, кто родился, тех, кто умер, и бракосочетания. Все документы хранятся в специальных условиях. Температура в помещении не должна превышать 19 градусов. Кроме того, особое внимание архивисты уделяют вентиляции, влажности и свету. На окнах специальные матовые стёкла, чтобы у текста не было ни единого шанса быть свистей на бумаге. В глазах обывателя архив, скорее всего, выглядит как склад с пыльными полками и тонной документов. Но на самом деле это не так. Все рукописи хранятся в жёлтых картонных коробках. А стеллажи легко перемещать одним движением руки. Свой профессиональный праздник архивисты проводят на работе. Трудиться есть над чем. Ведь поток документов не прекращается даже в знаковый для них день. С праздничной даты работников Матищинского архива поздравила временно исполняющая полномочия главы округа Юлия Купецкая. Тот кладезь информации, который мы сейчас ведли, он действительно поражает. И мне очень приятно, что здесь находятся позитивные сотрудники, настоящие хранители и истории, и настоящего. И мы вас, правда, очень ценим, потому что работа непростая, работа сложная. Даже работа вредная с бумагами и с той пылью, которая архивная, которая имеется. И хочется пожелать вам, конечно же, крепкого здоровья, побольше улыбок, солнечных дней, хорошего настроения, чтобы работа вас все-таки радовала, чтобы жители приносили вам удовольствие, ну и всего-всего самого-самого хорошего. Век цифровых технологий архивисты стараются идти в ногу со временем. Сейчас они занимаются оцифровкой документов. На сегодняшний день в Матищинском архивном отделе в электронный формат перевели 7% документов. Эта работа продолжается ежедневно. Это очень удобно, потому что, во-первых, когда мы делаем скан, например, с наших документов, книги не всегда возможно хорошо развернуть. И поэтому, соответственно, довольно сложно иногда сделать копию. Когда делается оцифровка документов, то, соответственно, дело расшивается. И очень удобно потом этот документ вытащить из программы. Крепотливая работа имеет большую значимость и для сотрудников, и для посетителей. Так, оцифрованные данные получится отыскать еще быстрее. И к тому же гораздо проще сохранить. Алина Савыш, Константин Бондаренко, Первый Матищинский.